здравствуйте сегодня начинаем серию роликов о комплектующих котла и так разговоры на стуле блин придумайте название для этой рубрики пожалуйста в комментарии начинаем а вот и заставка и сегодня мы начнем с системы дымоудаления а точнее с присостава датчик тяги присостав воздуха моностат это устройство для слежения за работой вентилятора и корректным удалением продуктов сгорания после включения вентилятора пневмо реле получает сигнал разность давлений от устройства aventuri по сути заужение мембрана пневмо реле замыкает микро выключатель который подает сигнал на плату о том что система удаления в норме вентилятор запустился и никаких препятствий в дымоходе нет он контролирует работу вентилятора и системы дымоудаления если что-то с этими элементами не так пневмо реле посылает сигнал на плату и выключается горелка такими датчиками оснащаются котлы и водонагреватели с принудительной системой дымоудаления принцип работы присостав состоит из корпуса с патрубками микро выключателя на два положения подвижной мембраны со штырем которая разделяет внутреннее пространство корпуса на две камеры когда вентилятор не работает контакты 1 и 2 находятся в замкнутом положении контакт 2 не подключен к плате управления что кстати не всегда исключением к примеру может быть котел slim что мы кстати разбирали в видео подключение турбонасадки про терм котлам в аксе slim ссылка на него в описании при запуске вентилятора в камере номер 2 возникает разрежение которое происходит за счет вращения вентилятора и передается через устройство вентури по патрубкам с конденсатосборником хорошо кстати если есть конденсатосборник передается оно в патрубок номер два при этом мембрана со штоком притягивается что позволяет замкнуться контактом номер 1 и 3 при этом контакты 1 и 2 размыкаются этот сигнал о нормальной работе системы дымоудаления поступает на электронную плату так как контакты 1 и 3 соединены с модулем управления что и в принципе обеспечивает нормальную работу котла по заданному алгоритму при поломке присостата возникают следующие признаки неисправности первое при включении вентилятора в дифференциальном реле отсутствует щелчок микровыключатель второе котел не работает и выдает приблизительно такую ошибку вентилятор работают не в мореле разом к поломке или неисправности не в мореле могут привести следующие причины первое окисление контакта при включении вентилятора мы слышим щелчок микровыключатель но и за окисленной пленки на токопроводящих частях реле цепь не замыкается второе износ мембраны ухудшает технические свойства подвижных органов датчиков дыма способствует ухудшению его работы третье засорение к примеру гидрозатвор в трубке с конденсатосборником кстати повторюсь не всегда котлы укомплектовываются конденсатосборник ну или посторонние предметы в трубке к примеру ну самое уникальное из своего опыта паучок свил маленькую паутинку прям в трубке присостата ну и четвертое повреждение или трубки или конденсатосборника при этом устройство неадекватно реагирует на изменение давления системе дымоудаления а кстати пятое чуть не забыл снижение производительности вентилятора что происходит чаще всего при забивании вентилятора грязью и народными предметами при этом снижается разрежение которое способствует уменьшению той самой притягивающей силы мембраны со штоком что препятствует замыканию контактов микровыключателя для выявления неисправности данного узла можно поступить следующим образом выключите и обесточьте котел снимите лицевую панель и крышку камеры сгорания снимите контакты 1 и 3 с присостата включите котел в сеть сбросьте ошибку и в момент включения вентилятора замкните между собой контакты 1 и 3 если котел начал работать 90 процентов что неисправность находится в реле давления ну и 10 процентов в вентиляторе при условии что он вращается неисправности вентилятора можем разобрать в одном из следующих видео если что в комментарии для его диагностики и ремонта необходимо исследовать состояние следующих элементов силиконовые трубки и конденсатосборник они осматриваются на наличие теплового износа и заполненность внутренней полости грязью и конденсат трубки и конденсатосборник размещены в среде повышенных температур от теплового излучения материал данных элементов теряет свои физические свойства и покрываются сквозными трещинами также внутренняя полость данных элементов может быть заполнена грязью или водой которая образуется из-за резких перепадов температуры между окружающей средой и отработанными газами при обнаружении дефектов на данных элементах можно их заменить на новые ну или попробовать отремонтировать своими силами что я бы кстати не рекомендовал но если ситуация очень критичная и нет возможности заменить данные элементы можно ну к примеру глубокие трещины на данных элементах заизолировать температура стойкими материалами такими как изолента и алюминиевый скотч но я вам этого не говорил также существуют проблемы с внутренними камерами датчиков дыма при попадании влаги во внутрь корпуса контакты микро выключателей начинают интенсивно окисляться поэтому если в пневмореле постоянно присутствует конденсат особенно это ярко выражено при сильных отрицательных температурах пневмореле можно перенести подальше от холодных стенок приточного канала проблема с самими контактами реле что при этом нужно сделать контактом 1 и 3 подключаем мультиметр в режиме проверки диодов при помощи рта создайте разрежение в камере номер два датчика дыма если тестер запищит или покажет короткое замыкание это говорит о том что электрические контакты не окислены если он покажет единицу это говорит о том что присостат неисправен многие модели реле давления заключены в неразъемный корпус поэтому осмотреть состояние контактов будет проблематично чаще всего половинки пластмассового корпуса соединены между собой пайкой поэтому чтобы его разобрать нужно чистить заплавленные места после вскрытия зачистите токопроводящие части от окисления осмотрите мембрану на предмет повреждения не выявив их соберите данное устройство в обратном порядке но все это делать опять же я ни в коем случае не рекомендую до бывают разные ситуации но если все таки вы решили заменить пневмо реле нужно подобрать аналогичное устройство с такими же характеристиками при ухудшении мощности вентилятора связанные с уменьшением напряжения мощности в сети загрязнением лопастей износом подшипников втулок скольжения также мембрана не будет притягиваться и замыкать контакты микро выключатель хотя на некоторых реле присутствуют регулировочные винты которые позволяют регулировать чувствительность мембраны их лучше не трогать вы можете сбить заводские настройки которые впоследствии очень долго и сложно придется восстанавливать в норму поэтому перед тем как прибегать ко всем вышесказанным советам предварительно осмотрите систему дымоудаления сам дымоход котла может быть причина кроется в нем ну и из своего опыта скажу ну первое это обледенение коаксиальной трубы второе до смешного осиное гнездо в самой трубе ну то бишь инородные предметы и после этого только уже можно убедившись что дымоход чистый можно уже впоследствии смотреть и пресостат и вентилятор еще немного о разновидностях не в морале ну первое которые чаще всего наверное встречается это вот такой не захватил в оригинале не успел заскочить перед съемкой на склад второе это вот такое реле она ну чаще всего мне встречалась в котлах болтгаз и lemax единственное отличалась немного креплениями еще одно пневмореле ну скажем так оригинальная запчасть бакси это пресостат ханэйвол жутко дорогой и вот такое я бы сказал это аналог ханэйвол только намного дешевле в чем плюсы этих двух то что микро выключатели вынесены за камеры тем самым ну практически исключается воздействие влаги на контакты термостата ну точнее она полностью исключается но все равно если влага перекрывает трубки пресостат не работает также здесь как и в ханэйвол и здесь присутствуют регулировочные винты которые как я уже сказал лучше не трогать добывают разные критические ситуации где можно немного добавить чтобы доработать до утра а впоследствии заменить его что еще хотелось бы сказать последнее время кстати практически во всех котлах стараюсь ставить данные от него марли дешево и сердито но я сейчас прям чувствую жар от горящих пуканов сервисников этот шквал комментариев под видео зачем ты их учишь ремонтировать диагностировать и так далее вопрос у меня один продолжать ли данные цикла роликов ну и в принципе на этом все до встречи в следующих видео а еще не забываем про голосование котел года 2018 которая проходит в нашей группе вконтакте всем спасибо до свидания